Добрый день, это Яков Фаин из Нью-Йорка, 4 июня 2020 года, и хочу вам некоторые события осветить. Это у нас Джулиане, Джулиане, поговорим потом о Джулиане, пока поговорим о чем-то другом. Сейчас, одну секунду, я уберу эту картинку. Да, во-первых, все ждали, в чем будут обвинять полицейских, которые были там, один из них, который непосредственно коленом задавил, держал 8 минут колено у него на шее, Джорджа Флойда, убийца, 100% убийца, у меня нет ни малейших сомнений, невзирая на то, что Джордж Флойд был тоже не ангел, и наркоман, и все такое. И три человека было еще полицейских, которые там рядом были. Там двое помогали, по-моему, удерживать этого Флойда, а один стоял там рядом. И вот прокурор штата Миннесота объявил, что Чордж, вот это обвинение, было апгрейднуто, поднято до убийства второй степени. Это для вот этого Дерека Шауина, который непосредственно убийца. То есть убийство второй степени. Что такое убийство второй степени, напоминаю. Первая степень убийства, это когда заранее убийца планирует, выслеживает жертву и убивает. Убийство второй степени, это когда изначально убийца не планировал убить его, но потом по обстоятельствам решил его таки убить. Я уже вам говорил, например, убийством второй степени может являться, когда муж вернулся домой, жена с любовником, он хватает ружье, стреляет. То есть он изоранее не собирался убить любовника, но сделал это. Это вторая степень. Или там, например, сосед Джо идет к соседу Биллу и говорит, что там тот поставил неправильно забор между их участками. Спор разгорается и Джо хватает винтовку, вещащую над камином и застреливает соседа Билла. Убийство второй степени. Изначально не планировал, но убил. То есть это апгрейд. Это более суровая вещь, чем раньше говорили мэнс лотер. Это типа непреднамерное убийство. Теперь эти трое, которые там же были полицейских, им предъявлено обвинение в помощи и в соучастии в убийстве. Они помогали убийце и соучаствовали в убийстве. И убийство второй степени, и вот помощь в убийстве второй степени. Максимальный срок в тюрьме 40 лет. Получат ли они 40 лет, никто же не знает пока, но по крайней мере это обвинение. Дальше будет суд, дальше будут присяжные заседатели, что получится, дальше неизвестно. Но по крайней мере люди довольны. Люди, которые жаждут мести по поводу убийства Флойда, они довольны. То есть подняли обвинение полицейским. Я не помню, когда такое было. Может когда-то и было, но полицейских так уж прямо сурово не обвиняют, если они кого-то убивают во время службы. Посмотрим, чем это закончится. Еще раз говорю, то, что обвинение это хорошо, но получат ли они такие сроки, неизвестно пока. Но вот это первая часть, это важно. Дальше. Дальше. Хочу сказать, что я раз в неделю примерно включаю русские новости. Если есть какие-то события, в которых я нахожусь в Америке, я знаю, что происходит. И иногда мне бывает интересно, а что же говорят об этом федеральные каналы. У меня есть подписка на все это на телевидение. И я включил случайным образом, это 6, это 3 июня, большие новости на канале Россия 1. Включаю кусочек про Америку. Остальное меня, честно говоря, не очень интересует в русских новостях. Как освещает Россия и Америку. И что я вижу? Давайте-ка я вам поставлю кусочек. Вот этот кусочек. Это то, что это Россия 1, видите? Послушаем внимательно. Оль. Мое мнение, как губернатора штата, находящегося в чрезвычайном положении, необходимо сместить мэра Нью-Йорка и ввести национальную гвардию. После угроза Диблазио все-таки... Вот. Вы слышали, что он сказал? Кууман начал говорить, my option is... Option – это выбор у него есть. Но тут ввести сказали, что я считаю, что надо сместить мэра Нью-Йорка. Я надеюсь, что мой русский еще достаточно хорош, чтобы почувствовать, что здесь нет никакого двойного смысла. Четко, конкретно сказал, губернатор сказал, я считаю, что надо сместить мэра. Я когда это услышал, я, мягко сказать, удивился, потому что это вранье. Я сразу знал, что это вранье, потому что я смотрел это выступление. Я каждый день смотрю выступление Куумана. И я знал, что он этого не говорил. Соответственно, пошел на YouTube. Нашел это выступление за 2 июня. И вот это именно с этого места. Мы же любим изучать английский, да? А тем более, когда неправильно переводят. Давайте послушаем внимательно. Прямо с этого места. Он начнет говорить, my option is... То есть, какой у него выбор есть. Он говорит, что я могу сейчас сделать в такой ситуации. И начинает рассказывать, какой у него есть выбор. Давайте. Он начинает выбрать мэра Нью-Йорк-Сити и ввести национальную гвардию. Это вообще весь разговор идет о том, что губернатор... Его спросили, почему ты не вводишь в национальную гвардию. А он говорит, что я предложил мэру Нью-Йорка. Тут сказал, не надо, мы полиции обойдемся. А теперь он говорит, мой выбор есть какой? Убрать мэра и ввести национальную гвардию штата, которая в штате. Как губернатор. Как губернатор в случае чрезвычайного положения. И взять на себя... Тейкова взять на себя... Работу мэра взять на себя. Очень важно. Ты должен был бы... Или я должен был бы... Дисплей из мэра. Убрать мэра. А. Я не считаю, что мы находимся в такой ситуации еще. Б. Это было бы настолько хаотичная ситуация. Посреди ситуации, которая уже и так хаотична. Я не считаю, что это имеет хоть какой-то смысл. Вы видите? То есть, что сказал губернатор? Что у меня есть такая опция. Но это был бы ужас. Это было бы забрать его responsabilность, ответственность, обязанности. И вести хаос в ситуации, которая уже хаотична. И я не считаю, что это имеет смысл. То есть, просто наоборот. С точностью наоборот. То есть, Россия-1. Если у вас у кого-то есть знакомые ребята, я понимаю, что Россия-1 платит большие деньги ведущим. Но где-то надо сэкономить. Они экономят на переводчиках. Или это они делают сознательно. Я не знаю. Но если Россия-1 канал попросит меня переводить с английского, это будет им дорого стоить. Но деньги у них есть. И я могу это делать. По крайней мере, вам не будут так нагло врать. Вот. Это я сказал. Должен был сказать это. Теперь. Мне попалась такая заметочка интересная. Про ресторан Пушкин. Но это не тот ресторан Пушкин, который в Москве находится. Я в нем был пару раз. Очень давно, правда, я был в Москве. Наверное, лет 10 назад, я думаю. Вообще не знаю, когда я был в Москве. Хороший ресторан Пушкин и все такое. Вкусно готовят там. Одеты в такие национальные наряды. Мне нравилось. Потом... Это я вам рассказываю историю. Не связанную пока я сейчас с этой статьей напрямую. Потом этот ресторан Пушкин... Они решили открыть такой же ресторан здесь, в Манхэттене. К сожалению, у них не получилось. У них не получилось. Понимаете, они же не хотели открыть просто обычный русский ресторан, которых тонно в районе Брайтон-Бич или там еще где-то в Бруклине. Они хотели открыть действительно классный. То, что называется Fine Cuisine. Такая кухня высокая. А они умеют готовить. Чтобы именно конкретно русские блюда. У них не получилось. Не получилось что? Конечно, они умеют готовить прекрасно. Но это же надо продать. Понимаете? Американцы не знают, что такое русская кухня в принципе. Они знают, что такое французская кухня. Что такое итальянская кухня. Что такое китайская кухня. Корейская кухня. Испанская кухня. Но они не знают, что такое русская кухня. И вот когда в Манхэттене появляется ресторан с русской кухней А в Манхэттене, я имею ввиду, где минимальное количество русских живет Конечно, минимальное количество русских, типа меня, знали, что это классный ресторан Мы даже умудрились ходить один раз, действительно нас классно обслужили Но сколько он там продержался, я не знаю Наверное, может полгода, может чуть больше Они-то рассчитывали, что американцы будут ходить Не получилось, и они вынуждены были закрыты Жаль, честно говорю, жаль, они действительно круто готовили Но не смогли, так не смогли Но вот, а как оказалось, я вот эту заметку прочел Что есть такой ресторан Пушкин, здесь же в Америке Но в городе Сан-Диего И вот, что эта статейка нам говорит Хозяин русского ресторана в Сан-Диего Защищает его от толпы протестующих Что получилось? Хозяин, который, ну, следуя по фамилии Армянин Он сам об этом говорит, я только поэтому упоминаю Пригласил своих друзей, вот это все друзья стоят Он позвонил друзьям и сказал, что ребята будут бить, будут громить, будут погромы Помогите У всех этих ребят, которых вы видите И потом он говорит, совершенно разные люди Русские, украинцы, бухарские евреи, узбеки Это все мои друзья Мы, говорит, не различаем, кто есть кто И вот, говорит, я им позвонил Они все пришли со своим оружием Оружие, все у них легальное Все легальное оружие И вот двое суток, когда это было, это было тоже второго числа Июня, двое суток они стояли Просто с оружием перед рестораном Вот, и хозяин вот этот говорит 36-летний хозяин Как его зовут? Хайк Казарян Он говорит, мы никому не причиняем зла Но мы никому не разрешаем ничего сломать Мы никому не разрешаем вломиться в ресторан Он говорит Вот, он там записал какую-то Цейп-ленту И он говорит, что у меня есть много друзей Которые такие, как и я Более поддерживают республиканский стиль мышления Когда я понял в воскресенье, что что-то может произойти Я позвонил друзьям, вот этим, айколдам И через полчаса Они все были в ресторане Это 12, было 12 человек С оружием и пистолетами Они у них, он пишет, легальные И говорит, мы знаем, как с ними обращаться Мы не можем гулять по улице с пистолетами Но для того, чтобы защищать себя Мы в нашем помещении Мы имеем право использовать их Ну и вот И вот они говорят И он говорит тоже Что вот эти бандиты и мародеры Работают группами Все члены которых Эти групп У них есть эти воки-доки И они четко выполняют свои функции Первая группа Использует молотки И вот эти Бейсбольные биты Чтобы бить по окнам А потом те А потом другие Которые наполняют сумки вещами И поджигают Они, значит, приходят вторыми Понимаете? Они, он говорит Они пришли Они шли прямо на нас Стреляя Какими-то Не знаю, как перевести Firecrackers Firecrackers вы говорите, по-моему И Но они видели, что у нас Что мы защищаем Наш ресторан И соседние магазины Не очень многие Решили, что подойти к нам А те, которые подошли к нам И увидели пистолеты Или оружие Быстро ушли Быстро ушли Некоторые Даже нас, типа, хвалили За то, что Мы защищаем наш бизнес Но это были те же самые люди Которые Разрушали Разрушили аптеку В нескольких кварталах Отсюда Так он сказал Ну вот, видите Он говорит, что Вот эти вот ребята Ребята уже два дня Два дня таким образом Защищали И все такое И все такое Он говорит, что Нас называют русской мафией Но говорит, что Мафия, в общем-то Совсем не то Он говорит, мы На самом деле Советский интернационал Советская международная команда Грубо говоря Он пишет Я армянин Есть азербайджанцы Бухарские евреи Русские украинцы И все близкие друзья Друг с другом И политические аспекты Мы не дискутируем Можно сказать, что Мы небольшое Мы небольшие представители Части России В Сан-Диего И мы стараемся Поддерживать друг друга Подчеркнул Товарищ Газарян Вот так Молодцы Молодцы Защитили сами себя Вот я считал Необходимо Вам это рассказать Ну и напоследок Хочу Может немножко послушаем Бывшего мэра Джулиани Которого конечно Большинство из вас Если знает То вы его знаете В связи с делом С буризмой Что он там копает С Украины И так далее Он личный адвокат Трампа Но я его знаю Как бывшего мэра Города Нью-Йорка Который прекрасно Справлялся Со своими обязанностями И вот сейчас Он на Фоксе выступает Вернее Он отвечает на вопросы Ведущие Фокса Которые И он конкретно говорит Что я считаю Что мэра Нью-Йорка Надо убрать Я не думаю Что мы все будем Прям слушать Но хоть немножко Давайте послушаем Попереводим Грустный день в стране Грустный день в Нью-Йорке Какая твоя реакция Она его спрашивает Мария, очень грустный день Один из худших дней В Нью-Йорке Он говорит Это он 2 числа Говорит про 1 июня Не нужно Разрушения Без всякого вмешательства мэра Были все эти разрушения Вы можете сказать Что это полиция Но мэр Им не разрешал работать И это возмутительно Этого не должно происходить Если бы у нас был бы Хотя бы немного Компетентный мэр Вегли компетент Это должно было быть остановлено 5 дней назад Это должно было быть остановлено 5 дней назад Разрешение мы не могли Хоть немного остановить Люди грабят Мародерствуют Бросают коктейли молотом Коктейли Берем машины Они говорят Приводят тому Что полицейские Забирают в больницу И практически никаких Серьезных арестов Не было сделано Этот мэр должен уйти Уйти Он не компетентный Частная собственность людей Они портят частную собственность людей Они причиняют вреды Боли людям И он говорит Что надо Активизировать Полицейские Полицейские В других городах Он говорит Они активизировали Национальную гвардию А в Нью-Йорк-сити Надо активизировать Полицию А ими пользуются Полицейскими Как грушами Для битья А потом Он еще и критикует Мэр Критикует полицию За то Что они Слишком грубые Он в каком-то мире В своем живет В каком-то ненормальном мире Где он живет Он был ужасным мэром 6,5-7 лет Он был ужасным мэром 6,5-7 лет Нет человека в городе Который не сказал бы Что он ужасный мэр Но теперь нам нужен Хоть немного компетентный Потому что люди будут умирать Если этот мэр не уйдет здорово И не даст полицейскому управлению Делать свою работу Ну вот Я вам ссылочку оставлю Заходите, послушайте Сами дальше Но Джулиане, которого я очень уважаю Ему тоже доверяю Который был мэром Во время теракта 11 сентября Он тоже говорит то же самое Что этот мэр должен уйти Но ему уже на самом деле Уходить некуда Ему осталось на своем посту Совсем немного В 2021 году он все равно уйдет Он не может больше быть и так Надеюсь, что он принесет Как можно меньше вреда Нашему городу За оставшийся период Будьте здоровы Благополучны Не болейте Пока